За последние два года про пандемию нового для всего мира заболевания COVID-19 было рассказано многое. Однако далеко не каждый знает о том, что даже после полного выздоровления от коронавируса пациентов преследует острое осложнение. Психические расстройства, апатия и даже суицидальные мысли. Это явление получило название постковидный синдром. Журналист только к НОР перенесла коронавирус еще год назад. Болезнь протекала в тяжелой форме и в общей сложности отняла два с половиной месяца нормальной жизни. Сейчас, когда девушка снова в строю, остались лишь неприятные воспоминания и большая кипа бумаг, свидетельствующих о всех тяготах COVID-19 и сопутствующих заболеваний, которые развились на фоне вируса. Вот у меня есть вот такие талмуды, да, это все, вот научный центр неврологии, если видно, вот это все, все-все-все абсолютно, вот эти вот просто талмуды, я сейчас их вижу, это вот, представляете, сколько времени, сколько времени мне пришлось вот этим всем заниматься, создавать анализы, бегать по врачам и так далее и тому подобное. Сначала, признается Ольга, большого значения заболевания не придала. После возникновения первых симптомов в начале апреля пыталась лечиться дома, списав недомогание на обычную простуду. Но по итогу самолечения история закончилась острой формой COVID-19 с поражением легких в 83% и минимальным шансом на выживание. Девушка оказалась в больнице. Лечение проходило в реанимации на поточном кислороде. К счастью, до искусственной вентиляции легких не дошло. Заболевания коронавирусом и беспечность, признается Ольга, привели к развитию гипоксии и сильно повлияли на мозг. Но не без труда и с противостояния она вышла победителем и выписалась из больницы. После длительной реабилитации Ольге удалось полностью восстановиться и по рекомендации врачей она с мужем отправилась отдыхать в Крым. Казалось, все позади, но у девушки начал развиваться постковидный синдром. Первые звоночки начались в сентябре, то есть спустя полгода после болезни. То есть как бы сначала у меня начались, мне казалось, перебои в работе сердца, потом я потихонечку перестала спать от слова совсем. То есть я не спала ни ночью, ни днем, вообще не спала. Спать я не могла совсем. У меня была абсолютная невозможность сосредоточиться, то есть я не могла читать. Я ловился на мысли, что я смотрела в книгу на одну страницу по часу и не понимала, что там написано. Я не могла смотреть фильмы, я не могла общаться, я начала шарахаться от людей, а человек я, в общем, очень коммуникабельный. То есть дело закончилось примерно в декабре. То есть я не понимала, что со мной происходит. В конечном итоге я окончательно слегла. Я просто лежала и целыми неделями напролет смотрела в одну точку. И у меня, для меня жизнь потеряла всякий смысл. Единственная мысль, которая меня согревала, это выйти с восьмого этажа. На фоне постковидного синдрома у Ольги началась задержанная депрессия. Она замыкалась в себе и порой не понимала, что с ней происходило. Эти изменения замечали все окружающие ее близкие соседи. Дойдя практически до полной дезориентации, при помощи мужа и друзей девушка обратилась к специалисту. Психиатр мне вполне совершенно спокойно на пальцах объяснила, как ковид убил мою нейронную сеть, которая как раз и сохраняет все гормоны серотонин, дофамин и же с ними. Ну вот на чем мы живем. Соответственно, ковид эту сеть раздербанил. Точнее даже не сам ковид, а гипоксия. Ресурс гормонов закончился. Вот она депрессия клиническая, тяжелая. Чтобы справиться с недугом, врач выписал девушке антидепрессанты. В тот момент решение виделось единственным верным и действенным. Лекарства Ольга принимает и по сей день. Я довольно-таки быстро вышла из того состояния. Мне уже не хотелось покончить жизнь самоубийством. Жизнь опять приобрела краски, при том, что вот, например, мои соседи, там, друзья, собачники, с которыми мы гуляли с собаками, они все выдохнули, потому что, описывая мое состояние со стороны, которое они видели, они говорили, что ты разговаривал как инсультница. То есть у тебя была замедленная, совершенно нарушенная речь. Ты шарахалась ото всех. Ты была не и ты, а тень человека. Такое изменение эмоционального состояния человека, перенесшего ковид-19, за последний год наблюдалось довольно часто, рассказывает врач-психиатр-психотерапевт Ренат Шаменов. Но кроме этих изменений, к специалистам обращаются и с другими, которые также ведут к серьезным последствиям. Чаще всего это тревожные расстройства. Я сталкиваюсь с тревожными расстройствами, с паническими атаками или разными эквивалентами панических атак. Вот этот момент мне показался более интересным, потому что люди приходят с жалобами на то, что они стали плохо спать, что у них память страдает, они могут сконцентрироваться, они стали более рассеянные. Но когда с ними, ну, когда мы с ними изучаем этот вопрос, они рассказывают поподробнее, вот, выясняется, что, что именно после того, как они вот заболели ковидом, то есть это для них было достаточно стрессовой ситуацией. Стрессовое состояние после ковид-19 и вызванное заболеванием тревожное расстройство, чревато когнитивными нарушениями. По словам Рената Шаменова, тревога ухудшает нашу сообразительность, делает нас рассеянными и даже добавляет элементы панических атак. С такими симптомами жизненно необходимо обращаться к врачам соответствующего профиля. Тут есть два пути решения проблемы – медикаменты и курс психотерапии. Я вот встречал именно тревожные расстройства, и, соответственно, когда, ну, если как врач назначаешь противотревожные препараты, то тревога уходит, человек начинает быть, ну, собранным, то есть не возвращается вот его способность трезво размышлять, да. Ну, или в психотерапии, когда так же прорабатываешь, тоже тревога уходит, опять же, когнитивные способности возвращаются. Обращением к психиатру зачастую многие пренебрегают, а ведь врач сможет скорректировать или даже улучшить общее состояние организма, своевременно назначив нужные лекарства. Однако люди побаиваются, связано это с социальной стигматизацией или, по-другому, ярлыком, который на них могут повесить. Тем не менее, обращаться к врачам необходимо. Служба регулируется законом о психиатрической помощи, и вас ни в коем случае не поставят на учет. Там есть, как бы, четкие критерии, которые говорят о том, кто должен быть под диспансерным наблюдением. Туда попадают, как бы, те болезни, которые, во-первых, тяжелые, ну, то есть это, ну, отдельные формы, там, шизофрения, например, деменция, ну, то есть это уже выраженные тяжелые заболевания, и которые точно хронические, которые будут, ну, уйти всю жизнь. А в плане, мы сейчас говорим же про ковидные, да, дела, так как нету, так скажем, прямого действия на мозг, да, то есть там нету именно психических прямых повреждений, да, нарушений, и бояться каких-то, что, ну, вот как-то это две вещи связаны, да, то есть вот эти эмоциональные проблемы после ковида и психиатрической службы, мне кажется, этого не стоит делать. Кроме того, врачи советуют постоянную физическую и умственную деятельность. К примеру, изучение иностранных языков параллельно с физическими нагрузками. Работа по поддержанию тонус мозга и развития интеллекта должна быть разнообразной и, главное, планомерной. Простой механической деятельностью и заучиванием тут обойтись не получится. Здесь, скорее, это, опять же, так сказать, это достижение какого-то результата. То есть задача поставлена, пациент сформулировал четко себе структуру, либо ему кто-то помог в этом, будет ли это лечебная физкультура, будет ли это невролог, будет ли психиатр или психотерапевт, неважно. На самом деле, так сказать, это четкое понимание того пути достижения той цели, которая обозначена самим пациентом, так, чего бы он хотел достичь в конечном итоге. В результате через движение, да, плюс, естественно, так сказать, какая-то тренировка памяти, мы можем достичь того результата, когда пациент быстрее восстановится на самом деле и сможет выполнять хотя бы тот объем нагрузки, который он выполнял изначально. Врачи предупреждают. Если вы заметили за собой изменения на фоне постковидного синдрома, то за помощью обращаться просто необходимо, и в этом нет ничего постыдного. Нужно отбросить все предрассудки и пройти курс лечения. Это всегда лучше, чем потерять рассудок и уже никогда не вернуться к прежней жизни. Редактор субтитров А.Семкин